Привет! Всех очень рада сегодня приветствовать на этой встрече. Вы большие молодцы, что добрались, смогли найти время и включиться сегодня. О чём мы сегодня будем говорить? Есть несколько понятий. Есть слово «инклюзия». Это такое широкое понятие, которое говорит о том, что разные процессы доступны любому человеку. Ну и доступность — это некая характеристика, которая, наверное, говорит о свойстве среды. Но мы сегодня будем много про это говорить, поэтому даже если сейчас пока показалось не очень понятно, я думаю, что в конце лекции будет уже довольно понятно. Первый вопрос, на который, когда мы говорим на эту тему, хочется обсудить, это, собственно, а для кого важна инклюзия? И мы сегодня будем говорить про цифровую доступность. Для кого, например, важна цифровая доступность? Вот сейчас на картинке два человека. Женщина, у которой нет ниже колена ног с детства, но при этом она является чемпионкой в прыжках и в беге и Цукерберг. И когда мы говорим про доступность в цифровой среде, мы начинаем думать, а какие потребности есть у этих двух человек? И вообще есть ли что-то, что мы должны сделать для этих людей? И оказывается, что если мы говорим про цифровую среду, про взаимодействие с компьютером, с телефоном, для этой женщины ничего делать не надо. Хотя визуально кажется, что перед нами инвалид, человек с инвалидностью. А Цукерберг же — это как раз тот человек, для которого нам нужно будет много чего сделать, несмотря на то, что он юридически вряд ли является человеком с инвалидностью, вряд ли у него есть какая-то справка. Но он является дальтоником, он не различает зелёные и красные цвета. Именно поэтому Фейсбук синий. И как раз создавая интерфейс, в котором мы используем разные цвета, зелёный, красный, синий, нам нужно думать про вот таких вот людей, про людей, как Цукерберг. И вот эта концепция того, что на самом деле потребности, разные потребности есть у разных людей, и доступность нужна не только людям с инвалидностью, она выражается в том, что есть разные, во-первых, особенности у людей, и эти особенности есть постоянные, как Цукерберг, то есть он постоянный дальтоник. Кстати, к слову сказать, примерно 8% мужчин являются дальтониками. Или есть ограничения, они могут быть временные. Но для нас, людей, которые проектируют сервисы, создают сервисы, на самом деле нет никакой разницы между человеком, у которого нет постоянно руки, у него она сломана, или, например, человек держит в руках пакет или ребёнка, и мы будем проектировать интерфейс как для человека, у которого постоянно нет одной руки, то есть как для человека, который, например, пользуется одной рукой постоянно телефоном. То же самое, если мы говорим про моторику, слух или зрение. То есть, например, есть слабовидящие люди, для которых крайне важна история с контрастностью экрана. То есть если вы сделаете серый шрифт на сером фоне, прочитать такой текст будет сложнее. И для слабовидящего человека такой текст будет сложно прочитать. Но точно такая же ситуация будет у человека, который смотрит на экран при ярком солнечном свете. И если там серый текст на сером фоне, его опять же будет сложно прочитать. И на самом деле есть такая концепция проектирования для экстремального пользователя. То есть когда мы проектируем для человека, у которого постоянно есть какие-то ограничения, то мы закрываем большое количество пользовательских сценариев для людей, у которых нет никакой инвалидности. И если говорить про статистику, я сейчас буду опираться в статистике на опыт России, то в России 12 миллионов людей с инвалидностью и 37 миллионов людей старшего возраста. Если мы эти две цифры сложим, у нас получится почти 50 миллионов человек. Почему я прибавляю сюда же людей старшего возраста? Потому что у людей с возрастом ухудшается зрение, слух. И опять же, им нужны все те же самые вещи, которые важны для человека с инвалидностью. Поэтому прибавляя ещё тех, у кого временные или статистные ограничения, мы получим примерно половину населения страны. И вот эта вот идея, идея того, что дело на самом деле не в юридической справке, а вот в каких-то контекстуальных вещах, потому что когда мы смотрим, например, на телефон при ярком солнечном свете или, например, пользуемся телефоном, когда у нас в руках ребёнок, это контекстуальные вещи, она выразилась в вообще понятии disability, понятие инвалидности. В Всемирной организации здравоохранения в 80-е гора говорила о том, что disability – это такой персональный атрибут человека, то есть с ним что-то не так, у него ограничены возможности. Сегодня, когда есть такое понятие, как медицинская модель инвалидности, и вот в медицинской модели инвалидности как раз подразумевается, что у человека есть какие-то ограничения, у него ограничены возможности. Но есть другая концепция, она называется социальная модель инвалидности, и именно эта идея сегодня заложена в определении слова disability во Всемирной организации здравоохранения. Они говорят о том, что disability – это контекстуальная вещь, которая возникает в тот момент, когда человек сталкивается со средой. То есть пока я не столкнулся со средой, у меня нет никакой инвалидности. Если объяснять, приводить примеры, то, например, колясочник, если в здании есть пандус или здание построено в один уровень с улицей, у него нет никаких ограничений, он заехал в здание и спокойно делает свои дела, и всё, у него нет никаких ограничений. Но в тот момент, когда нет входа, вот в этот момент человек становится инвалид. Точно такая же история с цифровой средой. То есть Цукерберг не инвалид до тех пор, пока он не столкнётся в интерфейсах с зелёным и красным цветом, и дальше он становится инвалидом. И вы, я уверена, каждый из вас сталкивался в своём опыте с какими-то нестыковками при взаимодействии с средой, с физической средой, с цифровой средой, в коммуникациях, когда вы чувствовали ограничения, и в этот момент каждый из нас приобретает disability. И я сегодня, хочется, чтобы вы сегодня вышли не с теоретическими такими знаниями, хотя они очень важны, и вот это представление о медицинской и социальной модели, они крайне важны при проектировании. Хочется всё-таки, чтобы вы сегодня вышли на выходе с тем, чтобы понимать, а как, собственно, создавать сервисы, продукты цифровые для разных аудиторий, включая людей с инвалидностью. И сегодня будет такая довольно практичная лекция, и мы с вами пройдёмся по разным категориям людей и посмотрим, что для них важно. Первая категория людей, про которую мы будем говорить, это люди с нарушением моторики. И здесь первые, кто вообще приходит в голову, это, конечно, люди на колясках. Но, как я уже ранее говорила, у человека на коляске нет никаких особенных потребностей при взаимодействии с компьютером или с телефоном. Поэтому для нас, для людей, которые занимаются проектированием цифровых сервисов, это не человек с инвалидностью. У него нет никаких особенных потребностей как раз при взаимодействии с цифровой средой. А у кого, собственно, есть? В первую очередь, это люди, у которых нет пальцев или нет рук, там, может не быть кисти, может не быть руки до локтя или, в принципе, не быть руки. И такие люди, они взаимодействуют с компьютером с помощью клавиатуры без мышки. То есть они управляют всем интерфейсом с помощью клавиатуры. Я сегодня покажу, как это происходит. И здесь важно, что когда мы проектируем интерфейс, мы просто должны помнить о том, что мы его кодить должны так, чтобы всё управление было без мышки. Старые люди, люди, это парализованные люди. То есть если, например, у меня не движется голова, как я буду управлять компьютером? И здесь тоже есть свои способы управления, собственно, о которых я сегодня расскажу. И мы с вами будем идти по такой матрице, которую я вам предлагаю использовать в будущем, когда вы будете проектировать интерфейсы. Есть международный стандарт Web Content Accessibility Guideline. Вы можете посмотреть в интернете. И этот стандарт, он был создан в тот момент, когда вообще создавался интернет. То есть люди, когда создавали интернет, они сразу подумали, так, а как компьютерами, телефонами, интернетом будут пользоваться люди с инвалидностью. И вот в этом стандарте описаны требования, как проектировать, чтобы, собственно, создавать доступные интерфейсы. И этот стандарт, он строится на четырёх принципах. Первый принцип — это то, что ваш интерфейс можно воспринять. Что это значит? Это значит, что, например, если я слепой человек, то как я восприму информацию, если вся информация только графическая? То есть вот на неё надо смотреть. Это значит, что для слепого человека должна быть какая-то альтернатива. То есть должен быть какой-то другой способ, с помощью которого человек воспримет информацию. Чаще всего это либо звуковой интерфейс, либо тактильный интерфейс, дисплей Брайля. То есть первый принцип — это что любой человек, вне зависимости от того, какие у него особенности, он может воспринять интерфейс. Ну то есть, или, например, если мы показываем кино, то глухой человек сможет воспринять звук. Как глухой человек может воспринять звук? Должен быть либо перевод на жестовый язык, либо перевод текстом, субтитры. То есть мы сегодня всё время будем с вами про это говорить. То есть каждый раз, когда я проектирую, я должна думать, а как какой-то человек сможет воспринять мой интерфейс. Следующий пункт, который есть в этом стандарте международном, это пункт, который говорит о том, что интерфейс должно быть сделан так, что интерфейс можно вообще понять. То есть я, например, вижу, и я могу увидеть китайские иероглифы. Классно, я их восприняла, я их увидела, я поняла, что это даже китайские иероглифы. Но как я пойму, что там написано, если я не знаю китайского? Это значит, что любой интерфейс должен быть понятным. То есть разработчик продукта должен предусмотреть, а как я пойму интерфейс. Также в это требование входят, например, такие вещи, как архитектура страницы, навигация по странице. То есть если, например, вы нарисовали очень красивый дизайн, но он вообще непонятный, и это значит, что вы нарушили требования доступности. Это значит, что человек не может понять, как управлять вашим интерфейсом. Или, например, тоже довольно частая история, и в этом международном стандарте есть требования, два целых пункта. Один пункт говорит о том, что разработчик должен предусмотреть, чтобы человек не совершил ошибки. То есть он, например, заполняя какую-то форму, заранее должен понимать, как ему так заполнить эту форму, чтобы не совершить ошибки. Это вот один из таких пунктов, который относится к этому направлению, к этому принципу. Или, например, там есть пункт, который говорит о том, о том, что хорошо, человек совершил ошибку, но дальше разработчик должен предусмотреть, как человек исправит эту ошибку. То есть, опять же, человек понимает, как ему исправить ошибку. То есть это вот второй принцип доступности. Третий принцип доступности – это история про управление. как бы вот мы как раз начали говорить про людей с нарушением моторики, и что есть люди, у которых нет рук. Ну, нет рук, ты не можешь мышкой управлять. Поэтому, когда мы говорим про этот пункт, мы должны подумать, а как моим интерфейсом будут управлять люди, у которых нет рук. И это вот третий принцип. Есть четвёртый принцип. Он говорит о том, что при любых изменениях в вашем интерфейсе, то есть у вас происходят новые релизы, выкатываются новые фичи, ещё что-то происходит, доступность не должна ломаться. Вот это вот четыре таких кита, на которых строится доступность. И мы сегодня будем говорить про разные нозологии. Нозология – это нарушение, которое есть у человека. То есть, например, нарушение зрения, нарушение слуха, моторики, цветовосприятие, когнитивные нарушения. Вот это всё – это нозология. И мы будем говорить каждый раз, обсуждать, что из четырёх принципов, о чём важно подумать. Если вот говорить про людей с моторикой, да, мы уже начали с вами говорить про людей с моторикой, то, собственно, как люди с нарушением моторики управляются с интерфейсом. Вот один из способов. I think one of the important things that Voices has brought to us is a little bit of liberation, not only in the day-to-day, but in terms of adopting things as they come forward. То есть люди парализованные, они используют голосовые ассистенты для того, чтобы управлять, во-первых, интерфейсом. Они могут сказать там «найди это», «найди то», или они могут управлять с помощью умного дома, окружающим их пространством. И это очень важно, потому что это позволяет им быть самостоятельными. Следующий способ управления – это способ, который есть в операционной системе Apple. То есть Apple прям сами это сделали, и вы можете закодить, используя этот подход. Wake up. Voice control is a breakthrough feature that gives you full control of your devices, comma, with just your voice, period. It's a whole new way to do everything you love, period. Like this. Correct love. 16. Open photos. Scroll up. Show numbers. 13. Click share. 3. 10. Next feel. Let's try this one today. Thumbs up emoji. На что я тут хочу обратить внимание. Очень часто, когда говорят про людей с инвалидностью, или, например, незрячих людей, говорят, ну зачем что-то там делать специально для них в интерфейсе, делать основной интерфейс доступным, ведь им же будет классно и удобно пользоваться голосовыми ассистентами. И вот в этом видео очень хорошо показано, что человеку нужна полностью вся та же функциональность, которая есть у человека без инвалидности. То есть если вы обратили внимание, тут управление интерфейсом происходит через управление конкретными кнопками. То есть он говорит, покажи цифры. Он не говорит, отправь имейл, и дальше происходит какой-то процесс. Он говорит, покажи цифры и нажми на цифру 2. То есть происходит полное, точно такое же управление, как вы управляете мышкой, но управление голосом. То есть управление конкретными элементами, а не проектирование целого пользовательского сценария. Вот это очень важная история. Почему? Потому что, ну вот, например, у нас есть среди наших сервисов там лавка и еда. И ты можешь как бы удаленно заказать доставку каких-нибудь помидор, например. И кажется, что, всем кажется, что, ну, человек с инвалидностью гораздо удобнее просто будет сказать этому предложению «закажи помидоры». Но почему-то люди без инвалидности не хотят использовать такие сценарии. Они хотят залезть, посмотреть, какие помидоры есть, а какие у этих помидоров характеристики, а сколько они стоят, а сколько они весят, а как они выглядят. И вот на самом деле ровно всё то же самое хотят делать люди с инвалидностью. Они не хотят просто заказать помидоры, они хотят полностью знать что-то о составе. Поэтому вот такой способ управления, он тоже очень важен. Что ещё сегодня есть? Опять же, у Эпла есть люди, у которых полностью парализованы. То есть они, ну вот, например, люди с инсультом часто и парализованы, и не могут говорить. И вот, например, для таких людей Эппл придумал управление мимикой. То есть вы можете задать внутриоперационной системы на какое из ваших действий мимики должно срабатывать какое действие. Это может быть поднятие бровей, например, скролл вверх. Или, например, улыбка, это может быть клик по основной кнопке на страницу. То есть Эппл даже придумали вот такое управление. И также есть довольно большое количество разных приспособлений, девайсов, которые можно присоединить и к телефону, и к компьютеру. То есть вот я в самом начале говорила, что, например, если человек парализован, он не может пользоваться мышкой. Но при этом есть много всяких кнопочек, которые можно приспособить к компьютеру. И вот одна из таких способов тоже... Вот сейчас человек покажет, как это делается. Я думаю, что для того, чтобы выяснить, что выяснить, что выяснить, что выяснить. Я показываю, что выяснить. Добавил субтитры. Добавил субтитры. И это ещё раз, в очередной раз нам говорит о том, что ограничения, они не в человеке, а в среде. Человек может полностью выполнять любую работу, попытаться устроиться на какую-то вакансию и быть конкурентным, просто потому что у него есть голова, и он может выполнять какие-то задачки. И он не сможет устроиться на работу, только если интерфейс недоступен. Это единственная причина, по которой он не сможет устроиться. Всё остальное никак не связано с человеком. Следующая категория, про которую мы сегодня с вами будем говорить, это люди с нарушением слуха. Я вас прошу сейчас подумать, есть ли у вас какие-то вопросы по той части, которой мы сейчас говорили про людей с нарушением моторики. Если эти вопросы есть, вы напишите в чатике, и мы в конце лекции их обязательно послушаем, обсудим. А сейчас перейдём к следующей категории людей. Следующая категория людей – это люди с нарушением слуха и речи. Здесь важно различать, что эти две категории – это две разные категории. Я не знаю, как на казахском и узбекском языке, но в русском языке есть такое слово «глухонемой». И сегодня в русском языке считается употребление этого слова некорректным, неэтичным. Почему? Потому что есть глухие люди, а есть немые люди. Глухие люди, они говорят, но они говорят на жестом языке. То есть у них есть свой язык, и они не немые. Ещё одна причина, почему они не немые, потому что вообще инвалидность очень редко происходит с людьми в детстве. Чаще всего инвалидность – это приобретаемая штука. То есть человек ехал в машине, попал в аварию, стал парализованным. Или нырнул неудачно в озеро, сломал шею, стал парализованным. Или, например, у меня у подруги как раз друг, брат стал глухим, потому что он запустил менингит и оглох на оба уха. То есть чаще всего инвалидность – это приобретаемая история. И поэтому многие глухие люди, они говорят, вот точно так же, как я сейчас говорю, они говорят. Просто они научились этому, но с возрастом потеряли слух. Поэтому некорректно говорить слово «глухонемой». В то же время есть люди с нарушением речи. Вот опять же люди с инсультом. Инсульта очень много. В России, например, каждые полгода, ой, каждый год полмиллиона человек приобретают, встречаются с инсультом. Это люди, у которых часто нарушается и моторика, и речь. И опять же, эти люди не глухие, они слышат, но у них нарушена речь. Или, например, люди с детским церебральным параллельчом, ДЦП. Опять же, у них нарушены участки мозга в голове, и поэтому они не могут говорить. Но они вас слышат, и если вы ему, такому человеку, что-то скажете, он может помахать головой или как-то по-другому вам дать понять, как да или нет. Но он вас слышит. Поэтому важно тут понимать, что есть глухие люди, есть люди с нарушением речи. Но мы сейчас будем про них говорить в связке, потому что потребности при проектировании у них довольно близкие. Собственно, какие? Очень важно, чтобы у человека была возможность коммуницировать с другим человеком непосредством голоса и непосредством слуха. И таким хорошей альтернативой является текст. Поэтому, например, в приложении Яндекс.Го сегодня человек может взаимодействовать. Например, у нас в такси работают партнёры, глухие водители, и вы можете общаться с таким глухим водителем посредством чата. Или, например, если у нас пассажир глухой, и мы знаем, что пассажир глухой, мы опять же предлагаем общаться ему с водителем посредством чата. Кроме того, у нас в Яндексе есть разные технологии. И в частности есть технология speech-to-text. Это технология, которая переводит голос в текст. И вот с помощью такой технологии глухой человек может общаться со слышащим. Он может поднести к слышащему, говорящему человеку это приложение. Приложение переведёт голос в текст, и два человека смогут общаться. Сегодня пока не решена задача. То есть если задачка «Голос в текст» — эта задачка уже решена, задачка перевода голоса в жестовый язык, когда на разных языках, когда с помощью рук люди разговаривают, вот эта задачка, она сегодня в процессе решается, её решает много разных компаний. Она пока не решена, но я думаю, что в какой-то момент она будет решена. Вот есть компания «Адаптис», они потихонечку эту задачку решают. У них есть в каком-то ограниченном формате количество перевода с помощью «Аватара». Что ещё из каких-то продуктовых решений, интересных вам тоже для, может быть, расширения кругозора? Сегодня каких технологий есть для того, чтобы вы знали, понимали, как это работает? Продолжение следует... Продолжение следует... То есть есть приложения, которые разные звуковые сигналы, там плачущий ребёнок, звонки в дверь и так далее, они посылают на разные устройства, которые человек может носить. Это могут быть часы, это может быть телевизор, это может быть телефон и так далее, и человек узнаёт, что ему нужно на что-то обратить внимание. Вот, если говорить, возвращаясь к нашему, к нашей табличке, да, к нашим принципам, о которых нужно помнить, когда мы проектируем, то есть у глухого человека и у человека с нарушением речи, ну, в первую очередь у глухого человека, должна быть возможность воспринять контент. То есть он должен услышать, не услышать, а должен воспринять его. То есть если он не слышит, то, опять же, либо жестовый язык, либо перевод на субтитры, либо какие-то сигналы, как в последнем видео, которое мы видели. То есть у человека должна быть возможность без использования слуха каким-то образом другим воспринять контент. Дальше он должен его понять. То есть эти сигналы должны быть понятны. То есть если мы просто предупреждаем, что аларм, что-то происходит, и мы не предупреждаем, что это плачет ребёнок или это звонок в дверь, то тоже эти сигналы непонятны. То есть сигналы должны быть чёткие и понятные. И если вдруг вы проектируете какой-то интерфейс, который полностью сделан так, что там есть только голосовое управление, вы должны осознавать, что вашим интерфейсом не смогут пользоваться люди с нарушением речи. Это значит, что вы полностью отсекаете эту аудиторию, она не сможет взаимодействовать с вашим интерфейсом. Поэтому лучше так не делать. Следующая категория людей. Это очень большая категория. В эту категорию входит прям очень много людей. И внутри каждого нарушения очень много ещё поднарушений. То есть есть люди с когнитивными нарушениями, есть люди с ментальными, с психическими нарушениями. Например, есть люди с расстройством аутистического спектра. И даже внутри этого расстройства аутистического спектра, он так и называется спектр, потому что там огромное количество внутри вариаций. То есть это космическая тема огромная. И кажется, как вообще делать, что делать, чтобы смочь для таких людей что-то сделать. Но на самом деле для них не так много вещей, которые нужно специально предусматривать с точки зрения именно проектирования интерфейса. Что важно? Важно, что для таких людей нужно столько времени, сколько им нужно. Поэтому у вас не должно быть в пользовательских сценариях ограничения по времени. Такое часто бывает, например, у банков, когда они говорят, вот там через 30 секунд пин-код станет недействительным. И понятно, что да, это делается для безопасности. Но это может человека привести в состояние стресса, что он сейчас что-то не успеет, он начнет суетиться, и как бы, скорее всего, ничего действительно не успеет. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы у вас не было никакого ограничения по времени. Вообще история с цифровыми сервисами, она очень хороша и нужна для людей с ментальными, когнитивными и психическими нарушениями. Почему? Потому что представьте, что вам нужно, например, взять ипотеку, и вам нужно прийти в отделение, вам нужно добраться до этого отделения. Там в этом отделении будет очень много народу, много суеты. Менеджер, который будет с вами разговаривать, у него есть KPI на обслуживание каждого клиента, поэтому ему нужно быстрее вас обслужить. То есть очень много суеты, нервов и так далее. Если человек тот же самый заявку оформляет дома, онлайн, он это делает дома, спокойно, в комфортной для него обстановке, его никто никуда не торопит, он может изучать условия столько, сколько ему нужно. И поэтому как раз на самом деле цифровые сервисы, они очень нужны и важны для таких людей, потому что они могут пользоваться услугами в той обстановке, которая для них важна. Что ещё важно? Очень важны инструкции. Мы уже с вами немножко касались истории про понять, что вы должны предусмотреть так, так, чтобы человек не совершил ошибки. Или если он совершил, то должно быть понятно, как её исправить. И вот в этом смысле у компании IKEA очень крутые инструкции. Они сделаны таким образом, что ты не можешь ошибиться. То есть вот там количество этих... Во-первых, это визуальная штука, визуальная инструкция. И там не просто написано или нарисовано, а нарисовано сколько этих оливочек нужно выложить. И ты не можешь ошибиться. Вот как бы идеальный продукт для таких людей, людей с ментальными, когнитивными или психическими нарушениями, это вот такой продукт, где ты не можешь ошибиться. То есть ошибки исключены. Вот это вот то, о чём стоит думать, когда мы проектируем для таких людей. И очевидно, что если мы говорим про стандарт, про наши четыре принципа, для таких людей самый главный пункт – это, конечно, история про понимание, что они поймут ваш интерфейс. Например, очень рекомендуется не использовать в интерфейсах и вообще в коммуникациях какие-то идиомы, метафоры. Потому что если вы скажете, например, «валять дурака», то человек так и подумает, что вы сейчас будете кого-то валять. И мы, кстати, таким столкнулись тоже у людей с нарушением слуха. Мы для наших водителей, глухих водителей, мы узнали, что поскольку глухие люди говорят на другом языке, они говорят не на русском языке, они говорят на жестовом языке, их словарный запас русского языка, он сильно меньше, чем словарный запас жестового языка. И поэтому, когда, например, наша служба поддержки пишет таким людям, «Спасибо за сигнал, мы это учтём», тоже глухой человек не понимает, о каком сигнале идёт речь, потому что он думает, что сигнал – это какая-то звуковая история. Так вот, чем меньше метафор вы будете использовать в ваших интерфейсах, тем чётче и конкретнее, и понятнее эти интерфейсы будут, и тем меньше вероятность ошибки. Поэтому если вы будете проектировать интерфейсы для людей с когнитивными, ментально-психическими нарушениями, то абсолютно точно ваши интерфейсы будут понятны любому вообще человеку, вне зависимости от того, есть у него какие-то особенности или нет. Следующая категория людей, о которых мы поговорим, это люди с нарушением цветовосприятия. Что это значит? Я уже говорила, что 8% мужчин всей популяции населения Земли, у этих людей есть нарушение цветовосприятия. Там выпадают разные цвета, выпадают либо зелёные, самое частое, либо красные вот эти два цвета, либо фиолетовые. И вот и когда зелёный выпадает, и когда красный, то для таких людей и зелёный, и красный выглядят жёлтым. Вот как это сейчас, жёлтым, таким оранжевым, грязно-оранжевым, коричневым. Вот как это сейчас изображено на картинке. То есть если вы хотите что-то как бы показать цветом, то, скорее всего, эти люди вообще не поймут, что вы им пытаетесь показать. Поэтому как раз один из таких принципов в вот этом международном стандарте, про котором я говорила, Web Content Accessibility Guideline, о том, что важная информация не должна выделяться только цветом. То есть это не значит, что вы не должны использовать цвет. Это значит, что важная информация не должна выделяться только цветом. Что это значит? Это значит, что, например, если вы делаете какое-то ЕКОМ, и у вас, например, там есть выбор цветов, то цвета должны быть подписаны и отображаться не только иконками, но и текстом. И, например, студия Лебедева, когда делала для московского метро карту, они, вы можете тут обратить внимание, они не просто как бы подписали, сделали разметку цветов. Там вот есть у нас сокольническая линия, она красная. Но они прям подписали под красным цветом слово «красное». И это значит, что, когда два человека, один из которых, например, сношение цитата распределит, дальтоник, будет разговаривать с другим, он, когда будет смотреть на вот эту карту, он увидит ту цифру один, слово «красное» и сможет соотнести, что ему нужно смотреть на вот эту линию, потому что тут словом написано «красное», а не только текста. Что еще, ну, какие частые самые ошибки происходят для людей с дальтонизмом? Предположим, у вас есть форма, которую нужно заполнить текстом, и человек заполнил эту форму неправильно. Вы можете просто обвести эту форму красным цветом. Или, например, если все заполнено правильно, обвести ее зеленым цветом. Так вот, и то, и другое для такого человека будет одинаково вот желтым или оранжевым. Поэтому очень важно либо использовать какую-то иконку, там, крестика, галочки, либо текстом написать, что совершена ошибка. У меня есть знакомый парень, разработчик в Белоруссии. Вот он рассказывал, что там в банке, когда от банка приходят какие-то сообщения, у тебя в приложении появляется такой зелененький домик. А когда приходят какие-то, ну, такие экстренные сообщения, вот ему, например, пришло сообщение о том, что он просрочил кредит, и этот домик становится красненьким. И вот как бы поскольку он не зелененький, не красненький, не отличает друг от дружки, то он не узнал о том, что у него просрочен кредит. Поэтому еще раз повторю, очень важно выделять в интерфейсе информацию не только цвета. Что, какая еще есть категория людей? Есть люди, и таких людей очень много. Мы недавно делали аналитику, посмотрели наших пользователей Яндекс.Браузера, сколько слабовидящих людей, сколько людей, которые меняют шрифты в браузере. Просто среди всех, всех-всех людей, среди всех-всех пользователей оказалось 35%. То есть 35% пользователей браузера меняют шрифты. То есть для 30%, 35% очень важная история с размерами шрифтов. Ну, это понятно, что в интерфейсе должна быть возможность менять, увеличивать, уменьшать шрифты. Но есть еще одна штука про контраст. Дизайнеры невероятно любят делать серый шрифт на сером фоне. Это прям считается секси, классно, красиво и так далее. Я не призываю вас прям перестать делать серый шрифт на сером фоне. Вряд ли это получится. Не обязательно шрифт должен быть черным на белом фоне. Но вот эта разница между цветом текста и фоном, она должна быть достаточно контрастной, чтобы человек, в том числе слабовидящий человек, мог ее разглядеть. И когда я говорю про контрастность, это не значит, что мы должны использовать какие-то яркие оранжевые, зеленые, желтые цвета. Это может быть как бы и серый на сером. Но главное, чтобы между ними должна быть контрастность. Есть разные чекеры, способы проверки этой контрастности. В плагинах для Figma есть, например, Stark, который позволит вам просто проверить эту контрастность самостоятельно. Не нужно ничего сложного. Вот если говорить тоже про размер шрифтов, это пример ребят из компании Dodo. Что они сделали? Они взяли свой интерфейс и включили в системных настройках изменение шрифтов. И вот получилась вот такая вот история, что все поехало, вся верстка поехала. И дальше ребята поработали с тем, чтобы верстка не ехала при изменении шрифтов. И получилась как бы вот такая вот хорошая история. И если мы наложим фильтр, когда все размывается, как у человека слабовидящего, мы видим, что, конечно же, чем больше шрифт, тем легче его прочитать. Вы можете поиграть, попробовать с какими-то интерфейсами, которые есть у вас в ваших мобильных телефонах. Тоже включить другой размер шрифта в системных настройках и посмотреть, что происходит с, например, теми интерфейсами, которые вы создаете или с которыми вы работаете или которые вы часто используете. Тут тоже хочется сделать паузу. Если у вас есть какие-то вопросы по той части, которую мы сейчас говорили, мы говорили про людей с нарушением слуха, речи, нарушением цвета восприятия, людей с ослабленным зрением. Пишите вопросы, мы к ним обязательно вернёмся. Мы говорим про такую аудиторию, как люди с отсутствием зрения. Таких людей называют незрячими или слепыми. И таких людей не очень много. Но когда мы говорим про цифровую доступность, это категория людей, о которых очень важно думать, очень важно помнить. И о них редко думают и редко помнят. Почему про них важно думать? Потому что, если мы, например, говорим про слабовидящего человека, то таких людей очень много. И кажется, что в первую очередь нужно делать для них интерфейс, кидаться, чинить. Но на самом деле у слабовидящего человека есть хотя бы какая-то возможность воспринять интерфейс. Он может ближе поднести экран к глазам, он может, не знаю, лупу достать, ещё что-то сделать. Незрячий человек, если интерфейс недоступен, не может сделать ничего. Как, собственно, незрячие люди пользуются интерфейсами? Есть специальные программы, программы экранного доступа. По-английски это звучит как скринридер. Эта программа зачитывает незрячему человеку всё, что зрячий видит на экране. Вот, например, если вы пошевелите мышкой сейчас в зуме, вот у меня, например, в левом нижнем углу появляются иконочки. Появилась иконочка карандашика, появилась иконочка увеличения, появилась кнопочка с написанными C и C, появилась кнопочка камеры, перечёркнутая. И вот в интерфейсах довольно много подобных иконочек. И зрячий человек, как бы много взаимодействия с разными интерфейсами, обучается, что вот иконочка камеры с перечёркнутым, это, скорее всего, означает, что если я сейчас её нажму, то вы перестанете меня видеть. То есть выключить камеру. Вот как работает программа экранного доступа. Она обращается к коду и читает незрячему человеку вслух всё, что зрячий видит на экране. То есть если бы мы сейчас включили скринридер, то программа экранного доступа скринридер вот прочитала бы вот эти иконочки, она бы, скорее всего, прочитала назад. Я предполагаю, что дальше карандашка — это редактирование, дальше это увеличение, дальше включение субтитров и потом выключить камеру. То есть эта программа просто зачитала бы всё, что я вижу глазами незрячему человеку вслух. Но для того, чтобы эта программа могла зачитать, эта программа, да, она не умеет, это не искусственный интеллект, она не умеет как бы догадываться, что дизайнер заложил, какую метафору через эту иконку дизайнер заложил. Поэтому в коде, когда мы кодим эту кнопочку, в коде должно быть прописано баттон, то есть этот тип элемента — это баттон, кнопка. И, например, выключить камеру. Тогда незрячий человек услышит. Выключить камеру — баттон. И он будет понимать. Ага, во-первых, это кнопка, и это кликабельный элемент, я могу на неё нажать. Всё. Во-вторых, у этой кнопки есть конкретная подпись «Выключить камеру». И я понимаю, что если я нажму на эту кнопку, что произойдёт. Вот так незрячие люди взаимодействуют с интерфейсом. Это может быть ссылка, я не знаю, перейти на следующую страницу, ссылка. Это может быть чекбокс. Например, я принимаю условия соглашения, чекбокс, и дальше произносит состояние «включено-выключено», чтобы незрячий человек понимал, чекбокс выбран или не выбран. То есть у каждого элемента в интерфейсе есть тип элемента, чекбокс, ссылка, вкладка, заголовок. Есть название элемента, я принимаю соглашение «выключить камеру» и так далее. И состояние. Ну вот у некоторых элементов типа чекбокса там «выбрано-невыбрано». И вот эти три состояния скринридер постоянно произносит незрячим человеком, и дальше человек просто управляет интерфейсом. Всё, ничего страшного. И у меня, например, в команде работают три незрячих парня. Они работают в Яндексе, и они управляют всеми программами, которые есть в Яндексе, как любой сотрудник Яндекса. И они ничем не отличаются от сотрудников остальных Яндекса. Единственная проблема, с которой они сталкиваются, это если интерфейс какой-то недоступен. И здесь мы опять возвращаемся к тому, что у людей нет ограниченных возможностей. есть ограничивающая среда. То есть если бы наши интерфейсы были недоступны, то мои ребята не могли бы работать в Яндексе. Не потому что они неграмотные, неквалифицированные или ещё какие-то, а просто потому, чтобы интерфейс был недоступен. И вот наша с вами ответственность дизайнеров, разработчиков, продуктов, тестировщиков, UX-исследователей, чтобы мы с вами обеспечивали доступность цифровой среды, чтобы люди могли быть включены в общество. Что мы сделали в Яндексе за последние два с половиной года? Штука в том, что я пришла в Яндекс два с половиной года назад, и с этого момента началась системная работа над доступностью. Яндекс и до меня занимался доступностью. Разные ребята что-то делали, и это очень-очень круто. У Яндекса, например, 10 лет подряд проводятся исследования по тому, какими штуками всякими незрячие люди пользуются. Но именно два с половиной года назад мы начали заниматься этой работой системно. И вот за первые полтора года мы адаптировали 10 сервисов в Яндексе для незрячих людей. Девушка выходит из кафе и садится в такси. Мимо проходит курьер с заказом из Яндекс.Лавки, поднимается по лестнице и передаёт заказ седому мужчине. Комната. Парень за ноутбуком. Приходят сообщения. Входящие. Егор Иванов. Мужчина ставит продукты в холодильник и закрывает его. Следующая сцена. Алиса, включи умную камеру. Девушка читает этикетку на банке с помощью умной камеры. Распознат текст. Курица. Девушка гладит собаку. Парень открывает Яндекс.Поиск и делает запрос. Синдекса функции. Принт.Ф. Открылись результаты. Синдекса спецификации формата. Принт.Ф. Коридор. Седой мужчина вызывает такси и надевает тёмные очки. Тариф комфорт. Триста пятьдесят. Знак рубля. Год и ещё три серы соадаптировали. Букмейт, музыку, кинопоиск. Вот, кстати, тоже вам для понимания, может быть, вы сейчас обратили внимание, что во время того, что вы смотрели ролик глазами, звуком произносилось то, что происходит на экране. Такие штуки называются тифлокомментарии. Как раз вот мы недавно сделали пресс-релиз о том, что в кинопоиске теперь появились фильмы с тифлокомментариями. Это значит, что незрячие люди могут смотреть фильмы. И тифлокомментарии – это как раз то, что происходит на экране. И вот сейчас у нас в кинопоиске довольно много таких фильмов, которые сопровождены этими штуками. Что ещё у нас есть в Яндексе? У нас есть технология распознавания образов и технология распознавания текстов. И для зрячих людей это сегодня всё ещё в каком-то смысле такая интересная, увлекательная, прикольная фича. Но при этом каждый из нас в течение дня мы читаем очень много текстов. Нам нужно понять, какое лекарство мы сейчас будем пить. Отличить гречку от риса, банку с кукурузкой от банки с горошком. И всё то же самое нужно делать незрячему человеку. И мы подумали, почему бы не использовать эту технологию распознавания образов и текстов для незрячих людей. И мы начали тестировать эту технологию с незрячими людьми. И оказалось, что в видимость поля камеры помещается какой-то текст. Например, у нас есть текст «продукт не содержит сахара». И если в поле видимости камеры поместился кусок текста только «продукт содержит сахара», то камера так и прочитает «содержит сахара», а на самом деле не содержит. И нам нужно было незрячему человеку сказать, что не всё, не весь текст влез в камеру. И кроме того, что нам нужно было сказать, что не весь текст влез в камеру, нам нужно было ещё и объяснить, а что делать-то. Ну вот не весь в лес, а делать что. И мы обучили камеру, во-первых, подсказывать человеку, что не весь текст влез, а во-вторых, рассказать, куда двигать. Обрезан. Сдвиньте камеру влево. Распой. Текст пропал. Текст обрезан. Сдвиньте камеру вправо. Текст обрезан. Сдвиньте камеру вправо. Распознан текст. Воджетерин. Are you 03006678? Дальше мы продолжили тестировать. И выяснилось, что текст бывает не только, как он сейчас изображён, под 90 градусов, и всё отлично. Он, например, может быть на круглой банке и вообще как-то повёрнутый. Ты не можешь сказать человеку, поверни банку на 3 градуса. Что такое на 3 градуса? Как её повернуть? Поэтому мы, опять же, обучили модельку, чтобы она распознавала текст под любым углом. И завершая мою лекцию, я хочу с вами ещё раз пройтись по нашей с вами модельке и повторить, и как-то уложить в голове принцип, по которому я вам предлагаю подходить к проектированию интерфейса, к тому, чтобы проверить, а доступен ли ваш интерфейс для любого человека. То есть, первое, вот вы уже придумали какой-то продукт, придумали какой-то интерфейс, и дальше вам нужно подумать, сможет ли мой интерфейс воспринять человек, который не слышит. Есть ли у меня альтернатива, например, если у меня там есть какой-то аудиоконтент, как человек воспримет этот интерфейс. Если у меня там используются зелёные и красные цвета, и я, например, маркетолог, и я занимаюсь брендированием, как у меня, например, в России есть телеком-операторы МТС, Билайн и Мегафон. МТС – красный, Билайн – зелёный, Билайн – жёлтый, Мегафон – зелёный. Вот эти все три цвета для человека с нарушением цветовосприятия, для дальтоника, они будут выглядеть одинаково. Если я хочу заниматься брендированием, то как 8% мужчин отличат брендинг мой? Мне нужно подумать об этом. Дальше. Если у меня в интерфейсе подумала ли я про людей со ослабленным зрением, как мои тексты люди будут читать, увидят ли они какую-то важную информацию, какие-то кнопочки, достаточно ли контрастности, а если вообще у человека нет зрения, сможет ли он вообще воспринять мой интерфейс, как он будет воспринимать и управлять им? Отлично. Первый пункт – подумали. Дальше, опять же, история про понятность. То есть какие тексты я использую, насколько они простые, насколько они понятные, есть ли у меня метафоры, есть ли у меня какая-то сложная инструкция, которая непонятна человеку с ментальным или когнитивным нарушением. Вот про это всё мне обязательно нужно подумать. И последний принцип – это история про управление. У меня, моим интерфейсом будут пользоваться возможные люди или захотят пользоваться люди, у которых нет рук. Например, сейчас я встречала несколько людей, которые придумывали капчи. Они, например, придумывали, что вместо того, чтобы писать в капче звук, расшифровывать эти буквы и так далее, они придумывали, а давайте человеку попросим вот так вот сфоткаться с пальцем. И дальше, или вот так вот, с отогнутым мизинцем. И дальше я в Фейсбуке читаю про то... Сначала я прочитала пост от человека с ДЦП, который не может своими руками управлять, он не может отогнуть мизинец. И такая капча была в интерфейсе Баду. И он такой, ну вот, хотел зарегистрироваться на сайте знакомств и не смог классно провести вечер, потому что я не могу отогнуть палец. А второй парень, у него просто нет рук. И он пытался зарегистрироваться нам на одном государственном сервисе, где они придумали капчу заменить на палец. И тоже он не смог зарегистрироваться, потому что у него, в принципе, нет рук. Поэтому, когда вы придумываете какие-то штуки, подумайте, а как разные люди ими будут пользоваться. Вот. Я предлагаю на этом лучше остановиться. Да, есть два канала, на которые я вам предлагаю записаться. Один называется «Не исключение». Это мой персональный канал, в котором я рассказываю какие-то мысли о том, что я думаю на тему инклюзии. И мы буквально на прошлой неделе запустили канал в Яндексе про инклюзию, Яндекс, нижнее подчеркивание, inclusion. Также мы будем там рассказывать про все наши последние апдейты, про то, как мы в Яндексе делаем доступность. Вот. Поэтому тоже очень рекомендую. Спасибо.